Всем привет, с вами Гулф Иван. Сегодня в этом видео мы с вами рассмотрим еще несколько полезных функций, которые вы будете использовать со своими коллекциями. В частности, это функции zip, flat, map и joint. Мало того, что эти функции и методы позволят сократить ваш код, так они еще могут повысить производительность вашего кода, что также здорово. Поэтому оставайтесь с нами и поехали. Для того, чтобы нам с вами познакомиться с новыми функциями и методами, мы с вами будем работать в Playground и будем работать исключительно с массивами. Вы же, в свою очередь, полученные знания можете интерполировать уже на другие виды коллекций. Итак, первая функция, с которой мы с вами познакомимся, это функция zip. Для того, чтобы нам с ней познакомиться, нам понадобится две коллекции, а именно два массива. Поэтому давайте создадим два массива. Первый массив, это будет массив mates. В нем будут просто содержаться имена, например, одноклассников. Алекс, второй у нас будет Max, третий у нас будет Vigo, четвертый у нас будет Rustem и пятый пусть будет у нас Ольга, например. Затем let points, то есть вы понимаете, что это будут некие очки, которые мы с вами захотим объединить с нашим mates. Итак, ну допустим, здесь 100 баллов, здесь 90 баллов, здесь 60 баллов, здесь 88 баллов и последний элемент у нас будет 76 баллов. Итак, я специально создал две коллекции, это массивы и количество элементов первой и второй коллекции, оно у нас равно. Теперь давайте посмотрим, как мы можем объединить попарно вот эти все элементы. Но сначала решим давайте обычным способом в лоб, то есть используя цикл for in. Для начала нам с вами нужно будет создать новый массив, массив, который будет называться total score. Но так как мы с вами будем добавлять туда элементы, значит этот массив у нас должен быть создан с var, а не slat. Поэтому здесь мы пишем var и пишем равно, здесь у нас будет содержаться string и integer, и соответственно этот массив у нас пустой. Все, массив мы с вами создали, теперь пишем цикл for in, for in от 0 до mates count, потому что у нас количество элементов в mates и в points совпадает, поэтому я использую именно такую форму записи. И вот этот total score append, здесь мы пишем еще круглые скобочки внутри, пишем mates it, и соответственно points it. Таким образом у нас с вами получается массив total score, который имеет 5 пар. То есть мы видим, что по сути это вот раз кортеж, два кортеж, три кортеж, четыре, пять. То есть все в принципе понятно. Теперь давайте посмотрим, как можно сделать то же самое, но используя функцию zip. Напишем еще один массив, но уже при помощи ключевого слова let, напишем тоже total score и допустим вот так zip. Пишем array. Array нам нужен для того, чтобы преобразовать полученное значение в массив. Так как функция zip, она возвращает коллекцию, то мы можем преобразовать ее соответственно в наш массив. Пишем zip, пишем mates и points. Все, мы сделали абсолютно то же самое. Сейчас вы видите, что форма записи справа, она у нас абсолютно идентичная, что в первом, что и во втором варианте. Однако вы видите, что здесь у нас, во-первых, создается константа, что хорошо для свифта и безопасно. А во-вторых, мы используем в три раза меньше кода, чем требовалось в первом варианте. Поэтому такую форму записи имейте в виду. Когда вам нужно объединить две коллекции, вы можете спокойно это использовать. Соответственно, вы можете использовать это не только с массивами. Еще раз повторюсь, но это уже давайте самостоятельно изучите. Следующий момент, с которым я бы хотел вас познакомить, это как преобразовать двумерный массив в одномерный. Что такое двумерный массив? Ну, по сути, это массив, который содержит другие массивы. Давайте посмотрим, как его можно записать. Array2d равно, здесь мы создаем массив внутри массива, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и давайте еще 1, 7, 8. Итак, у нас двумерный массив, в котором у нас сразу четыре массива находятся. Нам нужно сделать так, чтобы у нас был всего один массив, в котором были бы элементы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Как это можно сделать? Вот тут нам на помощь приходит функция flatMap. Если вы помните функцию map, это функция, которая работает с каждым элементом коллекции и в итоге возвращает нам массив. Так вот здесь мы можем использовать flatMap, которая просто возвращает нам массив. Что мы здесь делаем? Попишем letArray1d равно Array2dFlatMap. Ну, записываем flatMap, единственное, вот это нам можно удалить, и здесь написать просто фигурные скобки, значок доллара и 0. Теперь, если мы наведем на flatMap, зажатый клавишу Option или Alt, мы видим, что она у нас возвращает здесь массив. В принципе, здесь есть примеры того, как она работает. И здесь я, давайте, распечатаю printArray1d, и вы увидите, что теперь наш массив выглядит совершенно иначе. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Но это один лишь способ преобразовать двумерный массив в простой массив. Давайте посмотрим, как мы можем создать еще одномерный массив, но при помощи функции joint. Итак, пишем letArray1dJoint равно... Также пишем Array2dJoint и круглые скобочки. Но так как у нас joint возвращает не совсем массив, то мы можем преобразовать его в массив, то есть этот результат. Таким образом, вот эта запись, она по сути является идентичной тому, что мы с вами вот здесь получили. Единственное отличие здесь, которое есть, а по сути их здесь не так много, то это joint, оно удобнее используется с разделителем. То есть, по сути, вы здесь можете написать separator и, например, какой-то элемент. То есть элемент должен совпадать с типом вашего массива. И теперь вы видите, что после каждого массива, который был здесь 1, 2, 10, 3, 4, 10, 5, 6, 10 и 7, 8. То есть, соответственно, вот здесь у нас стали разделители. То есть функция joint, она очень удобно с этим используется. То есть при объединении элементов она учитывает границы этих элементов и между этими границами вставляет свой разделитель. Видите, здесь у нас разделитель представлен в виде числа 10. Если вы хотите сделать с flatmap, это чуть сложнее, но тоже возможно. Сам не пробовал, но читал, что функция joint удобнее используется в том случае, когда вам нужно работать с диапазоном. То есть, когда вы не хотите преобразовывать массив целиком, но хотите преобразовать какую-то его часть. Поэтому имейте в виду, что функция joint может использоваться именно для таких целей. И последний способ преобразования двумерного массива в одномерный тоже при помощи функции joint мы можем записать следующим образом. Let array 1d joint 1 равно array 2d joint map, ставим фигурные скобочки, значок доллара и 0. То есть мы с вами знаем, что наша joint, она возвращает не массив, но коллекцию. То есть используя метод этой коллекции map, мы с вами можем получить массив, потому что уже метод map возвращает нам массив. Таким образом, вот эти три форм-записи, вот эти две, и, соответственно, вот это, это способы преобразовать многомерные массивы, соответственно, в одномерные массивы. На этом я бы хотел закончить данное видео. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, делайте репост вашим знакомым друзьям, если считаете, что это видео может им помочь. Ну и на этом с вами был Акулов Иван, портал светбук.ру. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok